А вы в курсе, что Краснодарский край станет первым регионом России, где будет разработан проект развития гражданского общества. Он будет интегрирован в стратегию социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе». Я Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Но и сегодня в нашей программе мы поговорим о диалоге общественности и власти. Что касается стратегии развития гражданского общества, работа над ней продолжается. Она станет дорожной картой развития активности жителей края, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни. В последние годы в Краснодарском крае наблюдается рост гражданской активности. Это отмечает в ежегодном отчете Общественная палата Кубани. В этом году Общественная палата, которая как раз таки обеспечивает диалог между властью и общественностью, отметила свой первый юбилей – пять лет. Об итогах прошедшего года и задачах на текущей в нашем сюжете. В зале более 150 человек – представители общественных движений, советов, культурные деятели и благотворители. Все те, кто призван олицетворять собой гражданское общество Кубани. В таком составе они встречаются часто. Чтобы обсудить важные проблемы, главное – найти их решение. Но сегодня особенный повод Общественная палата Краснодарского края празднует первый серьезный юбилей. Активисты региона уже на протяжении пяти лет стоят на страже интересов кубанцев. Поздравить их сегодня приехал губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Глава региона отметил, что за эти годы Общественная палата стала той структурой, где научились не только слышать проблемы людей, но и решать их совместно с властью. Очень важно, чтобы не просто популяризировать тему, которая, конечно, сегодня где-то нуждается в том, чтобы ее обсуждали, и люди ждут сегодня. Друзья, они не обсуждения ждут, и не документов ждут, и не соглашения ждут, реальных дел они ждут. Сегодня мы реализуем множество проектов в самых разных сферах, и важно понимать, коллеги, какой отклик находят наши действия, наши решения у простых людей. Каждый из нас ожидает эффект от своей деятельности, от деятельности власти, либо от деятельности Общественной палаты. Эффект. Народ ждет реальных результатов. Поэтому одинаковые требования у жителей края к власти и к любым общественным некоменческим организациям. Одинаковый результат. Вот и все. Надо понимать, что мы должны стать таким гармоничным обществом, не делясь, а вместе одно целое, которое и добивается результата. Еще один важный аспект нашего с вами сотрудничества – это экспертиза законопроектов. Право проводить его в рамках нулевого чтения данной Общественной палате Краснодарского края закона. И совместную работу в данном направлении мы продолжим и в дальнейшем. Отмечу, что повышать качество законотворческой деятельности призваны и созданы при комитетах Кубанского парламента экспертные общественно-консультативные советы. Вот такое название длинное, но тем не менее за этим названием стоит достаточно серьезная работа профессионалов, потому что без заключения членов экспертно-консультативных советов не выходит на рассмотрение законодательного собрания Краснодарского края ни один документ. Представители Общественной палаты входят во все экспертные консультативные советы не только в крае, но и в стране. Каждый законопроект, который рассматривают депутаты ЗСК, сначала обсуждается активистами. На Кубани реализуется множество федеральных программ в разных сферах, поэтому необходимо понимать, какой отклик у людей находит все то, что происходит вокруг них. Пристальное внимание общественности требует и реализация майских указов президента, коллеги, сегодня национальных проектов. С вашей стороны, конечно, требуется реальный контроль, насколько мы продвигаемся. И здесь вы незаменимые помощники сегодня власти. Незаменимые, и муниципальные, конечно, краевые. Вот здесь должна быть ваша принципиальная оценка ситуации. Так вот, коллеги, важно контролировать расходование бюджетных средств, прицелом по всем программам. Контролировать, чтобы эти деньги на самом деле привели к результату, который окружает сегодня реально жителей нашего края. Этот результат должен быть видимым, видимым. Вот наша с вами стратегическая задача. Ежегодно общественная палата края готовит доклад о состоянии гражданского общества. В документе прописаны результаты работы, а также новые инициативы. Среди приоритетных направлений у общественников поддержка НКО. На Кубани их насчитывается около 6,5 тысяч. Большая часть из них – волонтерские организации, желающие изменить жизнь людей к лучшему. В этом году финансирование общественно полезных программ некоммерческих организаций увеличат почти в два раза – 16 миллионов рублей до 30. Волнуют активистов и вопросы экологии, проблемы утилизации ТБО, очистка воды и увеличение зеленых зон. В докладе, который представила председатель общественной палаты края Любовь Попова, указаны ряд предложений, которые призваны решить озвученные проблемы. В завершении своего выступления она добавила – открытый диалог между властью и народом налажен. Своевременно идет обмен информацией, оперативно решаются вопросы, снижается социальная напряженность населения и повышается уровень доверия к властью. Для нас закрытых дверей в учреждениях власти нет. Нам открывают дверь, нас слушают, принимают. И если мы аргументированно доказываем какой-то вопрос, то вместе, потому что власть принимает решение. Важно, чтобы прописаны инициативы в документе не остались на бумаге, отметил губернатор. Начинать нужно с себя, со своего коллектива, города и района. И тогда проблемы гражданского общества можно будет решать сообща. У всех процессов, даже негативных, которые в обществе происходят, есть предпосылки. Каждый может, если он на самом деле проникнется в ситуацию, примерно где-то почувствовать, чем она закончится. Общественным организациям не направить ли силы, на самом деле, на том, чтобы в обществе у нас не убирали, а не сорили. Вот в чем вопрос. Вместе, я еще раз говорю, вместе, давайте попытаемся призвать просто к нормальному поведению. На своей земле, в своем муниципалитете, в своем крае. Почему нельзя так сделать? Да вот подумаем над этими механизмами. Нет, надо власти указать, и все, и считается, работа сделана. Неправильный. Неправильный подход. Вот здесь его нужно конкретно и в корне менять. Общественные советы при палатах сегодня действуют и в муниципалитетах. Некоторым еще и года нет, но даже за это небольшое время им удалось воплотить в жизнь самые важные социальные проекты. Активистов даже можно назвать голосом народа. И к ним идут самыми насущными проблемами и трудностями. И отчитываются они в первую очередь пережителями городов и станиц. 18-й год был годом становления, но определенные, конечно, достижения уже есть. Есть определенные проекты, которые мы реализовали по общественному контролю за детским оздоровлением, например, детей, за использованием спортивных сооружений. Самый главный вопрос – это те вопросы, которые перед нами ставят жители нашего района. Это многодетные семьи, это социальные незащищенные группы. И вот такой один из проектов, который мы сейчас осуществляем – регулирование вопросов оплаты ЖКХ. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко поблагодарили общественников за благотворную работу в прошлом году. Самые активные – активисты. Получили грамоты и благодарности из рук главы региона и председателя ЗСК. Первый юбилей – это лишь следующий шаг на пути к решению проблем кубанцев. Ну и еще одна важная задача – это формирование общественных палат в городах и районах региона. Такие уже есть в 24 муниципалитетах Кубани. До конца года будут сформированы еще 20. Это позволит настроить постоянную обратную связь граждан с властью для выработки совместных решений. Чтобы каждый человек мог понять, какое участие он может принять в реализации национальных проектов и какую отдачу он лично сможет в результате получить. Общественные палаты должны будут объединить все инициативы и предложения кубанцев. И именно на основе мнения простых граждан, людей с активной гражданской позиции в регионе принимаются и будут приниматься все политические, экономические и законодательные решения. Такие люди с активной гражданской позиции и помощники властей в городах и станицах – это ТОСы – территориальные общественные самоуправления. Их задача – это реализация собственных инициатив жителей по решению вопросов местного значения. Кстати, система местного самоуправления Кубани – это 25 тысяч муниципальных служащих, депутатов и представителей ТОСов. Лучших отметили в день местного самоуправления. Вот так я себе все это убранство нашего парка и представляла. На самом деле нам давно хотелось здесь, чтобы была сцена для массовых мероприятий, чтобы были бы такие вот прогулочные дорожки. На месте этого парка еще год назад был заросший пустырь. Теперь здесь, на радость жителям и детская площадка, и просторные зеленые зоны, мало кто верил, что небольшой хутор, где проживает около тысячи человек, вообще сможет попасть в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В успехе не сомневалась только глава западного поселения Ленинградского района Татьяна Шевченко. Леонидовна, как по свойски ее называют «хуторяне», составила вместе с жителями проект парка, после чего инициативная группа отправила заявку на участие. Никто не верил, что это будет у нас. Изначально, когда нам сказали, что никто не верил, что это будет у нас, потому что не в каждом населенном пункте такое. Ну, Леонидовна сказала, Леонидовна сделала. Когда ты глава поселения, не нужно бояться ответственности, рассказывает Татьяна Шевченко. Где-то надо быть строгой, а где-то по-женски проявить заботу. С жителями она всегда на связи и с каждым находит общий язык. Вот она, формула эффективного местного самоуправления. Мне всегда хочется, чтобы наши люди гордились местом, где они живут. И я всегда радуюсь достижению каждого нашего жителя. Сделали новый забор. Ура! У человека новый забор. Перекрыл крышу. Здорово получилось. То есть внешний облик, он же и складывается как раз из этих, казалось бы, мелочей. Всего в крае 25 тысяч муниципальных служащих, тосовцев и депутатов. С днем местного самоуправления сегодня со сцены Краснодарской филармонии их поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Губернатор подчеркнул важную роль, которую власти станиц, хуторов и поселков играют в развитии небольших территорий. Местное самоуправление – это не только права органов местного самоуправления. Ну и, конечно, ответственность. Огромная ответственность за принятые решения и результат. И это принципиально важно, чтобы сегодня те решения, которые руководители органов местного самоуправления принимают, они сверялись с интересами жителей. Но сколько эти решения нужны самому населению, которое проживает на той или иной территории. Это сегодня принципиально важно, чтобы все-таки праздник самоуправления местного был праздником населения. Если они вовлечены и искренне верят в то, что их работа, их активность нужна местному самоуправлению, руководству того или иного района, станицы, хутора, села, тогда мы на самом деле и добьемся экономического результата и по-настоящему участия жителей в местном самоуправлении. Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в федеральном проекте благоустройства городской среды. Только в этом году на Кубани планируется привести в порядок больше ста скверов, парков и дворовых территорий. На эти цели предусмотрено порядка двух миллиардов рублей. На активном участии муниципалитетов сегодня строится реализация национальных проектов. Результат напрямую зависит как раз от территориальных органов местного самоуправления. Вот здесь не нужно быть равнодушными. Они должны быть активными. Они должны быть союзниками, я уже сказал, власти. Если вдруг какой-то социальный объект строился, а потом перестал строиться, то в первую очередь жители должны забить тревогу. Это принципиально важно. Самые главные наши союзники и основные это население, это народ. Нам важно их сделать своими сторонниками. Сторонниками не начальники подчиненной, не власть и жители, а все вместе одна большая команда, которая нацелена на результат. И здесь у меня огромная надежда на руководителей ТОСов. Огромная надежда на их активность, на их неугомонность, на их желание максимально сделать что-то для своей территории. Ну и я добавлю, что победителям конкурса на лучший ТОС выделили более 46 миллионов рублей на благоустройство, а 24 лучшим сельским поселениям направят 58 миллионов рублей на электро, тепло, газа и водоснабжение, водоотведение и обеспечение топливом. Сочинские ТОСы также традиционно входят в список лучших в Краснодарском крае. Город стремительно развивается и число территориальных местных самоуправлений увеличивается. В этом году их стало больше на пять. Председателям пяти новых ТОСов в администрацию города вручили соответствующие документы. ТОСы появились в Калиновом озере, Васильевке, Разбитом котле, Ордынке и Барановке. Теперь в городе 72 органа территориального общественного самоуправления. Это главные помощники муниципалитета, отметил Анатолий Пахомов, связующее звено между властью и народом. ТОС бы не работал как общественность, если бы не было внимания власти. Все вопросы, которые идут от населения, которые идут от жителей района, через совет ТОС доходят и до администрации района, и до администрации города. На координационном совещании по взаимодействию с общественниками затронули тему благоустройства, реализацию проекта «Комфортная среда». Мэр рассказал, что в набережную на Мацесте, например, уже вложили 80 миллионов рублей. В планах потратить на ее обустройство еще 90 миллионов. В первую очередь этого парка набережная уже сделана. Сейчас начался второй этап. Там будет пять детских площадок, будет воркаут, бассейн, амфитеатр. То есть все, народ настолько радуется. Уже все гуляют, все отдыхают там, принимают участие в субботниках. Мэр особо подчеркнул, все решения, которые принимаются в городе, в том числе по благоустройству, должны быть согласованы с жителями. Сочинцы должны сами решать, что им больше нужно. Например, сквер или парковка. Надо все вопросы или городские решения, они должны приниматься с учетом мнения нашего населения. Это можно делать по интернет-голосованию. Через вас, через голосование людей, получение через вас полной информации для того, что нам надо, как решить, это обязательно нужно. То есть вы поняли, да, какую мы сейчас перед вами стоим перед собой. Как можно больше общаться и все задачи обсуждать с людьми. Обсудили и тему санитарного состояния. Анатолий Пахомов призвал сочинцев активнее участвовать в субботниках. А в рамках апрельского краевого месячника в Сочи и вовсе весь предварительно собранный жителями мусор с частных дворов будет выведен силами властей. Бесплатно. Важно отметить, что в Краснодарском крае действует государственная краевая программа «Региональная политика и развитие гражданского общества». В ее рамках работает и несколько подпрограмм. В их числе поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление гражданского общества, господдержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В числе подпрограмм и гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в регионе. Ведь, как известно, развитие гражданского общества невозможно без воспитания толерантности. В Краснодарском крае сегодня живут представители более ста национальностей. И сегодня одна из задач краевых властей – это гражданский мир и национальное согласие. Основными факторами, влияющими на дестабилизацию межэтнических отношений в крае, считают в регионе, это слабое общероссийское гражданское самосознание и замыкание национальных диаспор на внутренней жизни. В Сочи тоже многонациональный город, и здесь нацобщины принимают самое активное участие во всех сферах жизни курорта. Смотрим небольшой сюжет. Задачи общин похожи на задачи сразу нескольких отраслей городской администрации. Работа с молодежью, участие в городских фестивалях, конкурсах, развитии и сохранении национальной культуры. Представители диаспоры принимают самое активное участие в жизни города. Не прошли без сочинцев разных национальностей и все событийные мероприятия в 2018-м. Это и день города, и день народного единства, и, разумеется, чемпионат мира по футболу, благодаря которому гости Мундиаля увидели весь колорит многонационального Сочи. Что для нас, для всех, скажем так, самое примечательное, и это результат плодотворной нашей работы, это, скажем так, активное участие, в первую очередь, я бы даже сказал, это обеспечение общественного порядка в городе Сочи. Результаты работы, в том числе и по представлению города, как многонационального нашего города, были созданы своеобразные точки активности. Это и Лазаревский, наш центральный, который принимал, ну и все-все-все наши жители города Сочи. А все наши жители города Сочи – это все мы. Поэтому всем-все-всем большое спасибо. Международные мероприятия отгремели, и теперь самое время сделать акцент на городские. Каждая община поделилась планами и рассказала о ближайших национальных праздниках. Грузины, осетины, адыги, узбеки, татары, немцы, сибиряки, эстонцы, евреи, белорусы будут отмечать их масштабно, по всем традициям и обычаям, но с сочинским акцентом. Напомню, в нашем городе проживают более ста национальностей. Это тысячи человек, для которых Сочи стал родиной. Помимо празднований, нац-общины-курорта занимаются и внешнеэкономической деятельностью. В прошлом году члены Совета с сочинско-иранской общиной посетили Иран. У нас получилась хорошая туда программа. И я очень надеюсь, что наша просьба о отмене виз. Мы достучались до сердец МИДов. И уже вынесено предписание о необходимости это сделать. Побывали с деловым визитом и в Турции. И там рассматривались вопросы возобновления морского сообщения с Турцией и Сочи. И тоже подвижка произошла. Это новое направление, которое в прошлом году мы все вместе запустили. Оно требует предложения. Оно уже начало давать маленькие плоды. Это очень важно для нас, сочинства, для нашего края, для нашей России. И для тех республик, для тех стран, с которыми мы наводим подобные контакты. Вообще в России гражданское общество только начинает долгий путь развития. Но уже сейчас обозначились лидеры этого движения. Активисты, которые предлагают конструктивную критику и конкретные решения. Это тот багаж, с которым эти активисты могут войти и в кадровый резерв администрации Краснодарского края. Его в том числе помогает формировать конкурс «Лидеры Кубани» и «Движение вверх», а еще конкурс «Лидеры России». Финал проекта традиционно проходит в Сочи. Конкурс называют самым быстрым кадровым лифтом. Его цель – это поиск умных и перспективных управленцев по всей России. Ведь главное богатство страны – это люди. И для их развития нужно создать условия. Поприветствовал лидеров со всей России в Сочи глава Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор Край отметил, что конкурс «Лидеры России» показывает, насколько талантливо, амбициозна и ответственна сегодняшняя молодежь. Для нас, для губернаторов, это вот та возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать сегодня экономику регионов, жизнь, сегодня и завтра. Это принципиально важно. Не ошибиться в самом главном составляющем успеха – это кадра. И сегодня настоящий конкурс позволяет нам находить вот те кадровые решения, которые еще вчера практически было сделать очень и очень сложно. Сегодня у вас есть старт на долгую, длинную дистанцию под названием «Жизнь». И вот, конечно, дальше уже жизненные критерии будут определять лидеров. Вы стали на этой жизненной дистанции, либо только на старте. Это все зависит от вас, от ваших возможностей. Друзья, вы нужны сегодня. Нужны в регионах, конечно, нужны в рамках всей нашей огромной страны. Потому что нам нужны сегодня те, кто умеет мыслить, кто умеет принимать решения, кто умеет работать не на действия, а на результат. Это сегодня те управленцы, которые приведут к экономическому успеху и свои регионы, и в целом страну. Конкуренция есть не только между участниками за победу, но и между представителями власти и бизнеса за финалистов. К некоторым уже поступает предложение работе. Первый конкурс дал стремительный результат. 86 победителей из 100 получили высокие должности в крупнейших корпорациях и госструктурах. Я уверен, что каждого с их талантом, с способностью, активностью можно интегрировать и в реальный сектор экономики края, и в целом в сферу управления и муниципалитетов, и, конечно, в целом регионов. Заместители губернатора уже приехали, и мы пытаемся не потерять своих. А если сможем приобрести еще и из других регионов, ну что ж, мы будем только богаче. В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов ЮФО. В заключительном этапе наш регион представляет 8 человек. В их числе предприниматель Сергей Галаушкин. Он, как и другие участники, разработал социальный проект. Это стало новым условием для выхода в финал. Ведь настоящий управленец должен не только говорить, но и действовать. В Гулькевичском районе Сергей провел акцию «Подари книгу», которая помогла пополнить библиотеки малых поселений. Спустя бесконечное количество испытаний, заданий и тестов, пройденных на конкурсе, Сергей признается, потолок собственных возможностей не иссякаем. Конкурс для меня – это частичка уже жизни моей, потому что в прошлом году тоже пытался пройти в финал. Был в листе ожидания, мне не хватило одной десятой балла. Был 31-й, 30-й проходило. Это было очень обидно, но в то же время зарядило настроем выиграть в следующем году. И вот, собственно, результат является логическим продолжением, завершением того, что было начато уже больше года назад. 100 победителей смогут поработать с известными наставниками, топ-менеджерами крупнейших компаний и государственными деятелями. Хорошие кадры нужны не только для исполнения важных для края задач и решения острых проблем, но и для новых законодательных инициатив. 14 лет в Краснодарском крае существует Совет молодых депутатов. Кстати, многие инициативы молодых людей уже были учтены в реальных законопроектах. Довольно просто после уроков. Вот и все. Уроки можно и ночью иногда сделать. Ему всего 17, а он уже депутат. Азы законотворческой деятельности. Игорь Сергеев познает, как говорится, в свободное от учебы время. Он входит в Совет молодых депутатов Кубани. У себя в Кореновском районе занимается реализацией социальных проектов. От помощи ветеранам до создания спортивных площадок. Но есть и более глобальные инициативы, которые молодой человек со своими коллегами намерен озвучить в законодательном собрании края. В планах уже активно реализуется идея о том, чтобы запретить рекламу безалкогольного пива. Вообще не на территории только Краснодарского края, а вообще в принципе. Потому что интерес молодежи к самому алкоголю начинается с того, что они просто хотят что-то попробовать. Раз уж мы когда-то в государстве подняли инициативу о том, что нужно вести здоровый образ жизни, то, что его нужно вести и пропагандировать правильно. Им всем не больше 35. У каждого из этих парней и девушек идеи о том, как сделать жизнь у себя в районе, станице или поселке лучше. Свои наработки сегодня они представили на собрании Совета молодых депутатов Кубани. Совет молодых депутатов в Краснодарском крае появился одним из первых в России. Организация существует уже 14 лет. Основная задача – дать возможность молодежи реализовать свои идеи в прямом диалоге с властью. Только в 2017 году в проектах законов и постановлений Кубанского парламента учтено 76 предложений младших коллег. Это в том числе и отличная управленческая школа. А в краю сегодня спрос на перспективные кадры. Обратился к залу губернатор Вениамин Кондратьев. Вы и есть будущее нашего края. Вам через 10, 15, 20 лет, а может быть и раньше, предстоит принимать очень сложные управленческие решения. И не просто принимать, а нести за них ответственность. И принципиально важно, что сегодня многие из вас, именно молодые депутаты, молодые политики, начали свой жизненный старт с районов, станиц, хуторов, там, где реально живут люди и там, где конкретно они каждый день сталкиваются с проблемами людей. Вы научитесь по-другому чувствовать ситуацию. По-другому будете ощущать ответственность, когда будете занимать те или иные должности, потому что всю жизнь перед вами будут руки и глаза сегодняшних ваших односельчан, которые рядом подвести невозможно. Многие из тех, кто входили в состав Совета молодых депутатов, сейчас занимают высокие руководящие посты. Только главами районов стали 8 человек. Самые интересные предложения юноши и девушек в дальнейшем вполне могут лечь в основу реальных законопроектов, уверен глава региона. Кстати, по результатам того же конкурса среди органов территориального общественного самоуправления, о котором я уже говорила, четыре муниципалитета, признанные победителями конкурса на звание «Лучший совет молодых депутатов», получат 9 миллионов рублей на создание условий для занятия физкультурой и спортом. Это как раз то, о чем и говорит стратегия развития гражданского общества, о которой мы уже упоминали в начале нашей программы. То есть от активности самих жителей напрямую зависит повышение качества их жизни. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова